Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова и эту увагу нужно сохранить, потому что не есть четыре кула, но эти три кула тоже улучшают это маневрование и дают уверенность на дороге. Не то, чтобы я был каким-то велким мирущником, зволенником тройковых скутеров, но одно я могу признать, потому что первый случай, который появился, что это широкий, а потому что скутер может быть в корке. Как сравниваете, даже в данном технике, сравниваете большинство тройкового скутера, с широкостью других скутеров класса 400-600 см3, можете это сделать, сейчас загугловать, то оказывается, что эта широкость есть идентичная, немного меньше, а сейчас немного меньше. Он действительно не очень широкий, поэтому такими скутерами ездим несколько раз, да себя в корке, как-найбардирование. Он действительно спорный, он достаточно тяжелый, но он в целом не такой большой, чтобы улучшить себя в корке. Так, согласен. Я думаю, что это очень интересная опция, с точки зрения того, что эти габариты позволяют нам спраwnie присоединиться между автомобилами, и он очень широкий от АК-550, который очень популярный в секунде максимум максимум скутеров в секунде. Так что, достаточно хорошая опция. Этого, как ваду, в отношении до АК-550 можно поменять, что там можно себе ноги запростоять, а здесь, в связи на эти два кола, не есть места на то, чтобы запростоять ноги в колонах. Немножко ограничений, так. Но с шовкой под седением я думаю, что тут есть так же огромный как в АК-550. Мещится один каск, так что мы можем даже увидеть, но это виды не увидят. Здесь один каск только смещается, потому что здесь есть еще один каск, здесь тоже есть а также эта канапа может быть демонтирована под стеларь, и мы можем тут быть целым для туристов. То есть тоже туристыка. Так. И виды, колоровый вышвитаж, такой файный радар, то уже сейчас этого не увидите, это увидите на стойску Беннелли. Да, это система нуду, который примерно уже пару лет как раз это выглядит как раз как раз как раз Убота. На конец мы еще последний скутер, где-то с другой стороны запрашиваем на сцену. Ну то уже так класычно, чтобы не говорили, что мы только о дивактвах, что только 3 кола, или что 800. Безе сейчас класычный скутер 125 см3 не с напэдом или электричным. Поверь, что это будет типовый скутер? Нет. В прошлом году задебиутировал DTX 360, но в этом году задебиутировал DTX в версии 125 см3. Так само Тайваньцы спердили, что на рынке европейском подъем подъем скутер не в версии 320 см3, только 125 см3. И думаю, что он вполне подъем форум скутер форум скутер он не типовый, потому что это тренд, который начался как Honda со своими X-адв, который подъем скутер который немного подъем на шутер и его дизайн его дтх дтх 360 см3 и по струмениях по блоке как не скутер так, что это интересная опция для каждого, кто хочет съезжать в терины 125 см3, но габаритово достаточно так, что для высоких габаритово только немного на вазе, потому что немного дякую на конец цена всегда ключевое патание? цена 55,990 см3 дтх 25 ну то уже 22 тысячи в этой филе но с таким выдатком будет ответить на все трудные вопросы? и покажем все функциональности цена дякую на нашем становиску заставил дактор Михаил Брозовский из портала Мотовояджер. День добрый Михаиле, чтобы ты омывал новости Кимко, которые появились на нашем стольском, что ты думаешь о этом скутере? Agility S125 как ты находишься? Это первая новость Кимко 2022 то, что мне понравилось в скутерах Кимко это их брыла, потому что это всегда нетуцинка 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 и скутер этот может быть как он ездит? то 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 в 10 м Это очень полезно, если говорить о комфорт езды. Это очень полезный минус, если говорить о багажровость этого скутерка, потому что мы имеем в виду больше кола с тылу, то мы имеем меньше шоу, как я сгадаю, хоть я не видел его. Но это точно так. Такие есть права физики. Но, конечно, лучше ездить на больших колах просто и выгоднее, и безопаснее. Влив палива с przоду тоже очень удобно, потому что мы не поливаем своих рукавиц в шоу. Первый раз что-то такое вижу в скутерке. Очень красиво. Типово-мотокклово. Ну, это практическое решение, потому что мы не повредим наших вещей, которые находятся под сезиском, правда? Так, эвентуальнее на бутке. Ну, это первая новость Кимко. Другая новость Кимко. Кимко КВ-3. Для всех, которые имеют право езды... А где? Ну, здесь такие какие-то... В оцах мне двое. А ну, это интересное решение, потому что это напоминает АК-550, а с прозу мы два кола. Что ты думаешь? Это твоё мечта, или это твоё мечта, или конечность езды таким поездом? Ну, верь, здесь я не знаю, что это, скажем, на Айкен, только мы на право езды категории Б. А-к-к-к-с. А-к-с. 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 То есть он будет иметь мощность и поемность? Это так как в АК. То есть это тоже на право езды Б? Да, потому что расставы этих кул считают. Так, 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 так. Не мотоцикловая, то есть он немного широкий. Так, поэтому есть на pewno шанса для всех тех, которые не имеют права езды в категории А, а хотели бы иметь типовые мотоцикловые оси, потому что он будет успешен на правду зачастую. Ну и силник двуцилиндровый, правда? Который, памятам, как ездили АК, этот тумик в АЛИ, как серия с АК. Так, он играет свою мелодию, в очень хороший способ. Тут мы тоже такой востовый колор. Я думаю, что это все вместе со собой. Ну хорошо, то пройдем до новости на 2022 год, то есть АК-550СТ. В отличие от обычного АК, которое мы здесь у нас здесь, в отличие от того, что мы скупили на туристике, потому что передний панель будет широкий, чем в АК, в котором ты ездишь. Ак-550СТ. 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 Ак-450СТ. Мiędzy neужкоść. Сколькое Ergebnis的 других стран. У VMware, и обеспоко撰кают на будущее перерыва 2012. И ну и очень важна, будет нет! И насколько предпринимательная aría seller поезд autres, а штуки. Ак-550СТ. со balanced eigenликом, который будет очень одна из этих бутнокстиковых штуковых, каменистych, дорога, которые мы оказываем в телевизии, смотря на фильмики из Азии. Ханбары сугеруют, что производитель предупреждает, что кто-то будет ехать в кршаки, в какие-то зaroсли, в какие-то... Альбо забег стилистичный. Альбо забег стилистичный. Альбо хэнь, по-просто уникния, замарзния, как будет немного холоднее. Завсё те ханбары, троги, троги, от рога отрывают, отрыляют и есть теплее, даже как зимой. Ну ничего, дякуемы вам много. Михаил Брюзовский был нашим гостем, а мы запрашиваем вас до oglądания новости на становиску Motorland. Дякую. Дякуемы большое.